В минувшее воскресенье все наше казачество достойно встретило тройной праздник. Покров Пресвятой Богородицы, День Кубанского Казачества и очередную годовщину образования Кубанского Казачьего войска. Надо ли говорить, что все эти торжества для казаков особые и по своему значению, и по масштабам празднования. Праздник прошел в каждом из восьми отделов и одном округе войска, а также в Абхазии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Казаки Таманского отдела Кубанского Казачьего войска, куда входят и славянцы, отпраздновали этот день в Абинске. Там побывала наша съемочная группа. Делегации районных казачьих обществ из Анапы, Абинска, Приморска, Ахтарска, Крымска, Темрюка, Славянска на Кубани и из Красноармейского района прибыли в Абинск. На площади в центре города, где казаки Таманского отдела собрались и построились перед началом торжественных мероприятий, царила праздничная атмосфера. Играла музыка на легком ветру, развивались знамена перед парадными расчетами. Казаки славянского общества не терялись на общем фоне. Они традиционно в числе лучших. Я очень рад, что благодаря активной позиции атаманов станичных и хуторских обществ, которые и дают нам такие достойные результаты. И сегодня мы с вами также будем свидетелями награждения достойнейших наших казаков. Я считаю, что у нас их много и мы стремимся, чтобы казачьих казаков в районе было еще больше. На сегодняшний день их 1860 казаков и только за этот год численность увеличилась на 405 казаков. Да, растет количество славянцев, одевших казачью форму. А самое главное, повышается авторитет казачьих рядов. Все больше молодежи воспитывается в казачьих традициях. Мы воспитываемся по казачьим правилам. Нам дороги истории и традиции казачества. Атаман таманского казачьего отдела приветствовал казаков и поздравил их с праздником. В своей речи атаман особый упор сделал на беззаветность служения казаков своей отчизне. Судьба казачества неразрывно связана с судьбой всего русского народа. Все казачьи войска писали своими подвигами на полях брани славные страницы многовековой истории Российской империи. Непростой путь прошел наше кубанское казачье войско со дня его образования. Казакам были присуще чувства товарищейства, смелость, верность долгу и любовь к одной земле. Наши предки были настоящими воинами, защищавшими рубежи отчизны. Они бесстрашно сражались на фронтах всех войн, которые была Россия, а в мирное время растили хлеб и воспитывали детей. Во знаменование годовщины образования войска казаки атаманской сотни пронесли цветочную гирлянду, чтобы возложить ее к подножию памятника казакам-основателям станицы Абинской. Затем по распоряжению губернатора Кубани и по приказу атамана кубанского казачьего войска были вручены награды лучшим казакам отдела за добросовестный труд в становлении и развитии кубанского казачества и в честь праздника. Славянцы и здесь были достойно отмечены. Геннадий Медведько был награжден орденским знаком за веру Кубань и Отечество. На этой награде написано, что за веру Кубань и Отечество. И это непростые слова для казака, для петровчанина, для районного казачьего общества. Это смысл нашей жизни казаков. Мы до сих пор и в начале, и до сих пор идем к решениям проблем, которые возникают в нашем обществе. Благодарностью атамана войска был отмечен за личный вклад в развитие казачества заместитель атамана районного казачьего общества Роман Коротких. Вся наша опора, вся наша работа основывается только на казаках и на труде атаманов. Без них, как говорится, не было бы войска. Предки мои были казаками, супруга у меня из-за байкарских казачек, казаков из-за байкарского казачьего войска. И, конечно, и отцу ему приятно, и матери приятно, и брат уже подумывает, младший, о том, чтобы посвятить свою, как говорится, общественную работу служению казачеству. Нашим казакам были вручены благодарности от имени главы Славянского района Романа Синеговского за добросовестное несение государственной службы. И вот наступает самый торжественный момент. Парад казаков Таманского отдела, самого многочисленного в кубанском казачьем войске. Во время прохождения колонн зачитывается текст о достижениях районных казачьих обществ. Приятно видеть, как казаки демонстрируют слаженность, как они чеканят шаг, проходя мимо трибуны. В составе 17 первичных обществ. Общество одно из лучших в Таманском отделе. По результатам подведения итогов за 2017 год заняло второе место. Следом идет коробка землюкского районного казачьего общества, исполняющая обязанности Адамана-старший вахтер Ханношка Виталий Станиславович. Завершили парад участники детско-юношеского движения «Союз казачьей молодежи Кубани». Конечно, были там и славянские ребята. Торжества продолжились на центральном бульваре города, где у Стеллы Андрею Первозванному были развернуты многочисленные курени городского и сельских поселений района. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В куренях гостей праздника встречали хорошие песни. Зрители привлекли фестиваль казачьей песни, выставки, мастер-классы, народных ремесел. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Реклама! ПЕСНЯ Реклама!